МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кремлевском дворце прошел торжественный вечер чествования москвичей, ветеранов труда. А теперь более подробно об этих и других новостях. О новых планах сотрудничества с Сенегалом рассказали в фонде «Русский мир». Исполнительный директор фонда Владимир Кочин провел встречу с послом республики. Они обсудили возможность создания нового русского центра за рубежом, а также договорились о переподготовке преподавателей русского языка как иностранного. Мы, конечно, начнем с переподготовки. У нас такая программа будет объявлена в декабре. В следующий год мы привозим все усилия, чтобы последовательно создать в Сенегале такой полноценный центр русского мира на базе университета. Сотрудничество фонда «Русский мир» и «Сенегала» идет уже несколько лет. За это время удалось организовать проведение научных семинаров для русистов Западной Африки, а также передать комплект методических учебных пособий. Шестой медиафестиваль «Родина в сердце» выбрал победителей среди отечественных интернет-СМИ и телеканалов. Участники представили документальные фильмы и спецпроекты, посвященные теме патриотизма и Великой Отечественной войны. Лауреатом в этом году стала телерадиокомпания «Русский мир». Пробудить в сознании всех жителей России гордость за заотечественников – так звучит цель ежегодного медиафестиваля «Родина в сердце». Проект реализует Гильдия кинорежиссеров России. В состав жюри входят заслуженные деятели искусств, сценаристы и композиторы. Они не только отбирают лучшие фильмы, но также проводят мастер-классы, творческие встречи и семинары для всех участников медиафорума. Я вообще люблю очень этот медиафестиваль, потому что он необычный, несмотря на его, может быть, такую, но небольшую масштабность, что он все-таки проходит в Доме кино, он бесплатен для публики. На него приходят очень интересные люди, которые понимают вот эти слова «социальная ответственность именно». И приходят авторы, работы которых мы можем не увидеть никогда в жизни, если бы не было этого медиафестиваля. Причем на медиафестивале работы авторов со всей России документального кино. В конкурсе участвовали журналисты интернет-СМИ и телеканалов. Заявку можно было отправить по одной из номинаций. Это репортажи, документальные фильмы, видеосюжеты и телепрограммы. Все работы участников посвящены теме «Людви к Родине». Они призваны рассказать о героях России и событиях Великой Отечественной войны. Мне кажется, что в игровом кино зритель наелся различными спецэффектами. Нужно все больше и больше удивлять человека, и уже эти границы, так сказать, почти пройдены. А в документальном ты понимаешь, что ты смотришь это так же, как произведение искусства, только у тебя настоящие живые люди с их настоящей жизнью, они не играют ее. Участие в проекте в этом году впервые приняла телерадиокомпания «Русский мир». Документальный фильм «Король неба» о судьбе летчика Ивана Смирнова был отмечен жюри. И работа стала одним из победителей в номинации. Эта кинолента снята совместно с Национальным авиационным тематическим парком «Авиадром», авиакомпанией «КЛМ» и Владимира Суздальским музеем-заповедником. Она посвящена одному из первых русских военных летчиков-асов, герою Первой мировой войны, Ивану Смирнову, уроженцу города Владимира. Цикл музыкально-драматических спектаклей в консерватории имени Чайковского продолжила новая постановка по знаменитой повести Куприна «Олеся». Наследие русского классика представили выпускники Академии театрального искусства Никиты Михалкова. Уже несколько лет на большой сцене Московской консерватории имени Чайковского проходят премьеры в рамках проекта «Новому веку. Новые имена». Он посвящен переосмыслению творчества великих русских писателей и новый осенний сезон открыл показ музыкально-драматического спектакля «Олеся. Июньских дней. Рассказ». Каждый день страшный ветер. А саночной снегу образовывался тонкий, дистый слой маста, по которому саяц пробегал, не оставляя следует. Эта новая постановка представляет уникальный симбиоз музыки Чайковского и художественного действа. Здесь собраны и традиции театральной классики, и новые элементы современной режиссуры. Музыка и слово дополняют друг друга, а каждый из актеров имеет возможность полностью показать свой творческий потенциал. Прежде всего мы стремимся к деликатному прочтению автора. И только после уже наша фантазия и трактовка. Нам хотелось бы мир настоящий дополнить красотой эпохи великих русских классиков. И поэтому сегодня на сцене звучит строка Куприна и музыка Чайковского. Участие в проекте принимают выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Каждый из них успешно реализует себя на сцене театра. Раскрыла драматический и глубинный образ главной героини повести Куприна актриса Анна Нестерова. Что-то невероятное. Те композиции, та последовательность, которая выстроена, именно последовательность выбранных композиций, именно последовательность тех сцен, которые мы играем. Потому что это все в промежутках между сценами. И это что-то очень волшебное, наверное, так я скажу, в соединении. Проект «Новому веку. Новые имена» стартовал в 2016 году. В реализации помогает Российский фонд культуры и благотворительный фонд социальной поддержки Никиты Михалкова, 12. Благодарственные премии от мэра столицы Сергея Собянина получили выдающиеся жители Москвы. Лауреатами этого ежегодного проекта стали работники культуры и образования, врачи и ветераны труда. Награждение прошло на сцене Государственного Кремлевского дворца. Гостей поздравили заслуженные артисты России. Впервые проводить торжественные вечера в Кремлевском дворце в честь выдающихся тружеников города начали в 2018 году. Идею предложил народный артист СССР, почетный гражданин Москвы Василий Лановой. Мероприятие вызвало большой интерес среди жителей столицы, и с тех пор власти города организуют его ежегодно. Сейчас художественным руководителем проекта является народный артист России Михаил Ножкин. «Человечество проверило деколами, с темной силой сражения не грехи, а добро, оно должно быть с кулаками, с кулаками, любитово, с кулаками, любитово, с кулаками, любитово, с кулаками». За доблестный труд, талант и служение городу награду получили врачи скорой помощи, пожарные, спасатели, работники транспорта, образования и культуры. Многие из лауреатов премии представляют старшее поколение. В номинации «Ангелы милосердия» специальную награду получила Тамара Семеновна Гусева. Она проработала старшей медицинской сестрой в Москве более 45 лет. «Это поколение, наше поколение советских людей, очень сильное, я считаю, неординарные люди, талантливые, умные. И поэтому, конечно, как забывать нельзя, забывайте. Мы это и есть они, только в некотором продолжении, в некоторой трансформации. Поэтому, если у нас такая возможность, надо обязательно поддерживать, напоминать им, что они нам нужны, что они нам дороги, что они нами любимы, желать им здоровья. Потому что наступает новый период, когда они нуждаются теперь в нашей любви, заботе и напоминании того, что они для нас много значат». Поздравили лауреатов народные артисты России и знаменитые исполнители из зарубежья. Об уважении к старшему поколению в интервью рассказала российская и грузинская эстрадная певица Тамара Гверцетелли. «Моя мама – дитя войны, и мой дядя – фронтовик. Конечно, для меня нет умышления, и без вот этого духа победителя нет ничего. Поэтому я считаю, что прежде всего русский человек сражается за свою родину, за свои нравственные позиции». Награды и благодарственные письма от мэра города Сергея Собянина получили также профессора московских университетов, заслуженные работники физической культуры, а также представители юридической сферы и правопорядка. О самых интересных событиях жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске «Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать нам по адресу новости.рм.собака.yandex.ru До новых встреч и до свидания.